7 февраля на телеканале «Звезда» стартует первый всероссийский ежегодный вокальный конкурс «Новая звезда». Чувашскую республику на этом телепроекте будет представлять певица из Чебоксар Марии Максимова. Стоит отметить, что в этом вокальном состязании конкурсанты представляют все 85 субъектов России. По словам Марии, принять участие в конкурсе она решила спонтанно. Собрала все свои силы, все возможности. Мы сняли видеоролик, отправили демо-версии выступлений. И я, конечно же, заполнила анкету. И просто воспользовалась своей удачей. Мало ли, повезет, не повезет. Для Марии Максимовой это не первое участие в таком серьезном вокальном телепроекте. В 2013-м Маша принимала участие в шоу «Битва хоров». Поэтому опыт выступления на большой сцене главкино ей, безусловно, пригодится. Наш проект «Новая звезда» тоже снимается в главкино в этом же павильоне. Ну, приятно, конечно, опять же, вернуться в стены родные, уже полюбившиеся. Приятно выступать на больших сценах. И, конечно же, это имеет огромное значение для меня, потому что это еще один шажок к мечте. Потому что с детства мечтаю петь, а тут и мне такая возможность попала. И я думаю, значит, это так и должно было случиться. Маша раскрыла небольшой секрет. Какова же будет изюминка вокального телепроекта «Новая звезда». Мы выходили на сцену репетировать. Сцена выглядела как пятизвездочная, ну, пятиконечная звезда. И нам продюсеры объясняли, что если выступление участников не понравится жюри, то они имеют право погасить свой луч. Перед нами сидят пять жюри, и у них у каждого есть рычажок своего лучика. То есть и во время выступления, да, у наших, они могут их погасить. На первом отборочном туре Мария будет исполнять песню «В горнице», ту версию, которую исполняла певица Пелагея. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Это вот тот вариант народного пения, что оно стилизовано настолько, что там есть и академический вариант, и народный, и эстрадный. То есть она такая с примесью жанров, и это, наверное, вот можно показать свои не только данные, но и мастерство вокальное, конечно же. Мария Максимова является победителем и призером различных республиканских, всероссийских и даже международных конкурсов и фестивалей. На протяжении всей жизни занималась вокалом. Окончила Чувашский госпедуниверситет по профессии учитель музыки. Девушка рассказала, что в первом туре конкурсантов будут отбирать члены жюри, а во втором этапе судьба участников конкурса будет зависеть от зрительского голосования. И поэтому выбрали все 85 регионов, чтобы люди смотрели, болели за свой регион, потому что действительно, ну, это прям надо поддержать. Очень надеюсь, что наши, мои, темляки, что просто телезрители будут смотреть и будут нравиться. И надеюсь, что они будут болеть именно за своих, потому что, на самом деле, это первый такой вот, такого масштаба, всероссийского масштаба конкурс, когда собираются не просто люди, а люди, каждый представитель своего региона. Это как, так скажем, евровидимнее, по сути, только вот российского масштаба. Пожелаем Марии удачи в конкурсе «Новая звезда» и призываем всех жителей Чувашии голосовать за Марию Максимову. Напомним, проект стартует 7 февраля на телеканале «Звезда». Продолжение следует...